Киллиан Баппе говорит, что не определился со своим будущим, поскольку он вступает в последние 5 месяцев своего контракта с Пари Сен-Жермен. Реал является фаворитом на то, чтобы подписать его бесплатно летом после того, как ПСЖ отклонил их предложение в размере 135 миллионов фунтов стерлингов за форварда в августе прошлого года, несмотря на то, что он находился в клубе последние 12 месяцев своего контракта. Главный тренер Реала Карло Анчелотти почти не скрывал своего восхищения Мбаппе после того, как француз обеспечил победу ПСЖ, предоставив им преимущество в один гол перед ответным матчем. Мбаппе лучший игрок в европейском футболе. Мбаппе не остановить, мы пытались его контролировать. Эдер Малиатто справился очень хорошо, но он игрок, который всегда что-то изобретает, сказал Анчелотти. Перед игрой нападающий Реала Карим Банзема разозлил фанатов ПСЖ своими комментариями о Мбаппе, открыто обсудив возможность того, что его партнер по сборной Франции присоединится к нему в Мадриде. Игра против Киллиана особенная, потому что мы вместе играем за сборную. Все знают, что однажды он может приехать в Мадрид, но самое главное сыграть в игру первым и выиграть ее, сказал Банзема. Несмотря на то, что Реал находится в выгодном положении, чтобы подписать Мбаппе, руководство ПСЖ продолжает попытки сохранить в команде французского нападающего. В преддверии первого финала 1-8 финала Лиги Чемпионов президент ПСЖ Нассер Аль-Халиафи ясно дал понять, что их отношений с Реалом практически не существует. Хотя он не упомянул Мбаппе, было ясно, что публичная погоня Реала за своим ценным активом с прошлого лета вызвала раздражение у ПСЖ. «Я не собираюсь это вскрывать. У нас почти нет отношений с Реалом. Я не буду напоминать вам, что произошло. Я верю, что футбол доступен для небольших клубов. Они думают по-другому», — сказал Аль-Халиафи в интервью. Катарские владельцы хотят превратить ПСЖ в один из европейских суперклубов и обладают финансовой мощью, чтобы проглотить любые предложения, которые им попадутся. Таким игрокам, как Тиаго Силва, Эдисон Кабвани, Златан Ибрагимович, было разрешено уйти по истечении их контрактов, но они были игроками на последних этапах своей карьеры, от которых ПСЖ был счастлив избавиться. Несколько лет назад Неймар пытался уйти, но ПСЖ был настроен решительно, когда Реал Мадрид и Барселона проявили интерес. В итоге бразилец решил остаться в Париже и подписал новый контракт. Еще неизвестно, совершит ли Мбаппе аналогичный разворот до конца сезона, но даже если он уйдет, ПСЖ подаст убедительный сигнал о том, что они не продают клуб любой ценой. Продолжение следует...